Переселенцев с южных регионов страны в поселке Москалевка Костанайской области обеспечивают жильем, работой и социальной поддержкой. Все расходы на себя берет местное хозяйство. Заботится бизнес и об остальных сельчанах. В чем это проявляется, расскажет Наталья Строкова. С буренками ауликольской породы Алмат-Нурписов работает меньше года. Его семья переехала в Москалевку из Казалардинской области. Ожидания оправдались, говорит новосел. Мы приехали прошлой осенью. Сразу дали дом, помогли с углем, дровами и сеном. А самое главное, у нас с женой есть стабильная работа. Она медсестра в школе, а я в животноводстве. Зарплату дают вовремя. В Москалевке две сотни дворов. Поддержку от местного хозяйства получает каждый. Выражается она не только в обеспечении работой, топливом и кормами для животных. Все социальные объекты небольшого поселка и водопровод на себя взял бизнес. Особое внимание школе с ее материально-технической базой, ремонтом и бесплатным питанием для 130 ребят. В этом году хозяйство вкладывается в кабинет цифровых технологий. Этот кабинет стоит 8 миллионов. Мы от своего ТО выделили 3 миллиона. То есть хотим внести в лепту, чтобы наши дети тоже могли обучиться, быть в курсе, идти в ногу со временем. Подарок всем сельчанам историко-краеведческий зал, открывшийся при школе. В его создание местное хозяйство вложило 2 миллиона тенге. Экспонаты и архивные документы собирали всем селом. Наш поселок в свое время был очень известен в стране. Наш бренд – это выведенная порода ауликольского крупного рогатого скота. Все, кто над этим работал – скотники, зоотехники, селекционеры и ученые – занимают почетные места в этом зале. Мы хотим, чтобы нынешняя молодежь продолжила открытие в сфере животноводства. Это пустующее здание скоро станет достопримечательностью Москалевки. В ближайшее время здесь планируют открыть сельский музей. Наталья Строк, Вермик Мухамедьяров, Кустанайская область, Хабар, 24.